6.40. Мы приперлись в горы. В принципе, красиво. Мы же рассказали, что есть дерево. Если с него выжжет сок, то это будет алкогольный напиток. А если всю воду выпарить, это будет как сахар. Здесь такие высокие деревья. Красиво. Краев. Да. Класс. Я был еще 5 минут назад в сон. Мы сейчас добрались до завтрака, но будем завтракать в вот таком живописном месте. Вот таким видом. Так, ну птичка здесь вообще зачетная. Привет. И они, кстати, воруют все, что видят. Все капец. Пухленький. Вы такие серьезные, пацаны, да? Давай, присоединяйся к нашему завтраку. Все свеженькое, все вкусное. Приехали наши банны на вокзал. Будем сейчас ехать отсюда туда. Будем видеть это вот так вот. Скромненький вокзалчик. Фотоаказус один из 10 самых красивейших железнодорожных путей в мире. Посмотрим, что нас там ждет. Удача билетов, проверка проходит вот так вот. Все, билет проверен, не сдан. Можно идти дальше. Стриповато, если честно. Красиво. Когда были здесь колонизаторы, то, соответственно, были партизаны, которые жили в одессе джунглях, там прятались и воевали, боролись. И они были очень крутые, потому что что? У них были хлебные дерева, на которых росли джангл фрут. Если вот там правильно, как ты приготовишь, что-то там замешать, замесить, то просто очень много сил. Ты становишься богатырем и классно воюешь. И, соответственно, они были, мол, непобедимы. Но потом об этом узнала королева Англии. И, соответственно, вырубили практически все хлебные дерева на острове. И, более того, засадили все до какой-то хвои, которая не позволяла хлебным деревьям расти. И плюс еще впитывала очень много воды, чтобы в джунглях было мало воды. Какая-то такая история. И таким образом удалось победить партизанское движение. Ну и, собственно, теперь на острове нету джангл фрута. Такая вот грустная история.